Я оценю личные предпочтения. У всех нас есть стиль и вкус, который соответствует нам, все мы уникальны, и это чудесно. Но не путайте свой стиль предпочтения или вкус с праведностью на земле. У нас есть задание перед Господом. Мы как нация сталкиваемся со множеством проблем. И это касается не только нас. В мире царит глобальная пандемия, экономические проблемы. И это касается не только США, но и всего мира. На самом деле у нас самая стабильная экономика. Мы видим насилие, бунты, ненависть, страх, тревогу. Похоже на современную Америку? Мне похоже. И со всех сторон я слышу один запрос. Нам нужно решение. И в будущем нам могут дать такое решение. Возможно, его получат благодаря науке, экономике или политическим действиям. Но эти решения не решат проблему, потому что настоящая проблема духовная. И все решается благодаря перемене человеческого сердца. Величайшая проблема нашей страны — это непорочность нечестивых, а безразличие верных. Вот почему я хочу затронуть тему, которая лежит в основании нашей веры. В чем-то она очень проста. Это тема праведности того, как жить справедливо. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог наблюдает за нами. Он недалекий или безучастный. Он наблюдает за нами и желает работать с нами. Бытие 18 глава. Здесь записана история, которая знакома многим из вас. Бог посещает Авраам. Он говорит, что запланировал уничтожение Содома. Авраам был хорошим бедуином. Он сразу переходит к торгам. Он начинает торговаться. Если бы я мог повезти вас в Иерусалим, на базар старого города, то посоветовал бы вам вот что. Если хотите купить что-то в старом городе, не платите ту цену, которую у вас просят. Они не собираются продавать за ту цену, за которую просят. Они просто проверяют вас своей ценой. Эта модель появилась задолго до появления базаров в Иерусалиме. Бессия 18 глава, 24 стих. Неужели ты погубишь и не пощадишь вместо сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Авраам смело говорит с Творцом неба и земли. Он говорит, ты судья всей земли. Ты слишком праведен для того, чтобы уничтожить город, если в нем будет 50 праведников. Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Некоторые из вас знают конец этой истории. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке. Я, прах и пепел. А что, если их будет меньше 50? Ну вот, Авраам не останавливался, пока не дошел до 10. Если в Содоме было бы 10 праведников, то, как сказал Бог, он не погубил бы его. Весь город нечестивых, аморальных, безбожников. Я пощажу их всех, если там будет 10 праведников. Жители Содома не знали о грядущем Суде Божьем. Они праведные и нечестивые. И для того, чтобы этот город пощадили, требовалось лишь 10 праведников. Их можно пересчитать по пальцам. Такие люди находятся рядом с вами. Не совсем рядом, мы на расстоянии, но недалеко от вас есть такие люди. Стоит отметить, что покаяние нечестивых не было решающим фактором в определении будущего этого города. Определяющим фактором было наличие 10 праведников. Они не должны были делать что-то новое или необыкновенное. Я хочу с самого начала показать вам, что праведная жизнь важна. То, как вы живете, важно. Это правда. Это подводит нас к дебатам в цели Христовом, потому что евангельский мир считает, что праведность — это дар, и в этом есть своя правда. Это краеугольный принцип Нового Завета. Повернитесь к соседу справа и скажите, то, как ты живешь, имеет значение. А теперь повернитесь к соседу слева и скажите, тебе придется постараться. Итак, дар праведности. Я хочу поговорить о нем, чтобы вы поняли его настолько ясно, насколько я смогу донести его до вас. Послание к римлянам 5 глава 17 стих говорит, «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствоваться в жизни посредством единого Иисуса Христа». Очевидно, что праведность — это дар. Посьмо как преступлением одного всем человеком осуждения. А кто был этот человек, который совершил преступление и принес осуждение всем нам? Та-дам! Грех пришел в жизнь людей через поступок одного человека. Итак, один поступок праведности принес оправдание всем людям. Один бунтарский поступок принес осуждение всем людям. И одно проявление праведности принесло оправдание всем людям также. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Как нам стать праведными в глазах бурых? Верой в Иисуса из Назарета. Мы верим, что Он Мессия, Помазанник, Сын Божий во плоти. Мы смиряемся и выбираем Его Господом своей жизни. Это вопрос приоритетов. Если Иисус не является приоритетом вашей жизни, не считайте себя последователем Христа. Просиживание времени в церкви не делает вас христианином. Ваш дресс-код, ваш список напитков, ваша библиотека не делают вас христианином. Это решение, связанное с Иисусом. Радостная новость состоит в том, что если вы примете Иисуса как Господа своей жизни, то будете праведны и получите праведность Господа Иисуса. Когда Бог смотрит на вас, то видит вас через фильтр праведности Иисуса Христа. Аллилуйя! Праведность — это большое религиозное слово. Это способность стоять в присутствии Божьем без страха, вины или стыда. И когда Бог видит нас, то видит нас такими же праведными, как и Его Сына. Ваше поведение и ваши поступки не делают вас праведными перед Богом. Вот почему так важно понимать, что мы стали праведны благодаря праведности Иисуса. Весь стандарт — абсолютная праведность. Лишь один из нас был без греха и порока, полностью повиновался Богу. Это был Иисус. Он соответствовал стандарту. А затем Он понес наказание за наш грех и наше непослушание. Это важный момент. Иисус заплатил цену за наши грехи. Радостная новость этого уравнения кроется в том, что никто не остается за бортом. Здесь рады всем. Нет высоких требований. Аллилуйя! Также ни у кого нет преимущества. Библия говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. А вы можете думать, что ваши грехи не были такими же ужасными, как у других. Но если вы согрешили в наименьшем, то виновны во всем. Здесь нет места гордыни и тыканье пальцами. Каким бы ужасным ни был грех и нечестие в вашей жизни, землё подножие креста выровнено. Нам нужно смирение в церкви. Мы любим выглядывать из окон церкви, считая, что люди там намного хуже нас. Друзья, выбор праведного определяет Божью работу с нашей стороной. Ни состояние нечестивого. Если церковь проснётся, если мы покаемся, изменим свои сердца, Бог начнёт двигаться. У креста нет места привилегия. Каждый должен признать свой грех, покаяться и выбрать Иисуса Господом, или принять последствия греха от судьи земли. Вы должны знать, Бог справедлив. Да, Он Бог любви, но Он также Бог справедливости, и Он справедлив в благословениях и проклятии греха. Римлянам 4, глава 25 стих гласит, «Иисус был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорит о том же, «Ибо не знавшего греха» — это Иисус. «Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Так что же делает нас праведными в глазах Божьих? Возможно, тот факт, что вы ходите в правильную церковь? Или читаете правильный перевод Библии? Ваша вера в Иисуса. Вот вам вызов. Если праведность — дар, то какова моя реакция? Я считаю, что здесь мы приткнулись. Если вы уже давно в евангельском мире, то знаете, что праведность — это дар. Вы можете исповедоваться в грехах и получить прощение. В результате мы становимся неосмотрительными. Мы потеряли страх Божий, почтение, уважение к Богу. Я не думаю, что Бог желает, чтобы вы трепетали от страха при упоминании Его имени. Но я верю, что Он желает, чтобы вы уважали Его. Он не такой, как мы. Мы пыль. Мой отец много лет был ветеринаром. Он лечил только лошадей. Я рос возле лошадей. Когда я был маленьким, то они пугали меня. Они были больше меня, издавали странные звуки. От них плохо пахло. Люди говорят мне, я не боюсь лошадей. Я не имею в виду лошадей, которых вы видите в зоопарке или по ту сторону забора на поле. Если хотите проверить себя, то можете закрыться в комнате 5 на 5 с 200-килограммовым животным. Благодаря наставлению отца и опыту, я больше не боюсь лошадей. Я не боюсь маленьких, больших, обученных, и нет. Они больше не пугают меня. Они сильнее меня, я осторожен с ними. Но тот факт, что я не боюсь их, не означает, что я не уважаю их сил. Лошадь может оторвать меня от земли с помощью мышц одной лишь шеи и бросить. Я не хватал бы за хвост неизвестную лошадь и не кричал бы ей «Эй!». Я не советую делать этого и вам, если вы только не хотите попасть в отделение скорой помощи и не познакомиться с чудесным качеством доступной медицины. Тот факт, что мы не сжимаемся от ужаса перед Богом, не означает, что мы можем относиться к Нему без уважения. Так как же это жить справедно? Для этого нужно не просто цитировать молитву. Римлянам 6.1 гласит, «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе? Чтобы умножилась благодать?» Никак. Это самый жесткий ответ на греческом. На английском он звучит немного слабее. «Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились?» Так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленные жизни. Мы будем крестить людей в бассейне немного позже. Мы будем повторять смерть, погребение и воскресение Иисуса. Ваше исповедание веры в Иисуса призвано показывать картину. До и после. Мы ходим в новой жизни, с новыми приоритетами, новыми реакциями. Мы не произносим молитву в церкви, чтобы потом возвращаться и быть такими, как прежде. Мы призваны к новой жизни. Мы выбрали праведное поведение в качестве проявления нашего повиновения нашему Богу. Если вы не планируете развивать праведное поведение, то я сомневаюсь в искренности вашей веры. Это не означает, что мы заслуживаем свой путь на небо, но мы желаем почитать Бога в мыслях, словах и делах. Наши дела показывают, что мы отдали свои жизни Богу. Новый Завет говорит, что вера без дел мертва, а если мы мертвы, то не приносим плода. Мертвые деревья не приносят плодов, так и вы почитаете себя мертвыми для греха. Живыми же для Бога во Христе Иисусе. И так да не царствует грех в смертном вашем цели, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Послание к римлянам написано о церкви, ни язычникам, ни честивым. Он говорит церкви, да не царствует грех в смертном цели вашем. Не повинуйтесь его похотям. Мы можем признать, что ощущаем искушение совершить зло. Это касается пасторов и прихожан. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Ваша жизнь — это проявление праведности для Бога. Мы получили дар праведности. Он вменился нам. Он дан нам. Но наша реакция на этот дар — это решение, и это неоднократное решение. Это ежедневное решение жить праведно. Также 6 глава 19 стих того же послания к римлянам гласит, «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, но разве не удивительно? Павел видел вас!» Он говорит, что по плотской природе все мы слабые. Он говорит поэтому. Я объясню вам все простыми словами. «Как предавали вы члены вашей врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей врабы праведности на дела святые. Благодаря вашей вере и дару праведности вы можете стать рабами праведности». Это наш выбор. Мы делаем себя слугами праведности, потому что она ведет нас к святости. А без святости вы не увидите Господа. Это не опциональное, друзья. Это неудобно. Вы скажете, пастор, «Но я думал, что у меня есть дар». Да, у вас есть дар. Но что вы с ним делаете? Книга Откровения дает нам удивительную картину. Как вы знаете, Откровение — это история о конце этого века, «Божьем суде над миром». Откровение 19 глава 7 стих говорит, «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Кто невеста? Церковь. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Мы видим интригующую картину. В кульминации времен церковь объединится с главой церкви. Сказано, что мы будем одеты в чистый весон, который является праведными поступками святых. Обратите внимание, там сказано, «И дано было ей облечься». Ответственность невесты состояла в том, чтобы самой облечься. Моя работа подразумевает участие в бракосочетании. «Невесты сами готовятся к свадьбе». Я участвовал в сотнях брачных церемоний и с уверенностью заявляю, что невесты переживают по поводу своего внешнего вида и готовятся заранее. Если что-то не так, все идет не так. Невеста понимает, что должна быть готова. Живете ли вы с осознанием того, что мы должны быть готовы к встрече с царем? Это не то же, что повторить молитву. Это не просто кивнуть на приглашение к покаянию. Это ежедневный выбор. Это приоритет всей нашей жизни. Это то, как мы проводим свое время. Что мы делаем с нашими ресурсами. Как мы ведем себя. 56 глава Исаии. Первый стих. Так говорит Господь. «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». Когда праведность Божия откроется с небес в возвращении нашего Господа и Царя, то мы должны будем исполнить правду. Не держать сертификат, в котором написана дата нашего покаяния и рождения свыше, мы должны будем показать проявление плода праведности. Мы должны сказать своей старой плотской, эгоистичной природе, «Ты не будешь доминировать в моей жизни». Возможно, мне и хочется поставить тебя на первое место, но во имя Иисуса я не сделаю этого. Возможно, я ставил тебя на первое место на прошлой неделе, но на этой неделе я выбираю новый путь. Я буду почитать Господа Иисуса. Я буду творить правду на этой неделе. Друзья, путь через это время не связан с лучшими политиками или смирением новостных каналов. Путь через это время идет через пробуждение Церкви Иисуса Христа. Мы должны отдать свои сердца Господу и Царю, как никогда ранее. Мы сидели и спорили о переводах Библии, о стилях поклонения, времени собраний, о том, сколько нам давать или не давать, нужно ли нам помогать или нет, и это все ерунда. Я не против личных предпочтений. У всех нас есть стиль и вкус, которые соответствуют нам. Мы все уникальны, и это чудесно. Но не путайте свой стиль, предпочтение или вкус с праведностью на земле. У нас есть задание перед Господом. Книга Михея, 6 глава, 8 стих говорит, «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Дела важны. Справедливость идет от Бога. На земле не может быть справедливости. Если мы будем игнорировать Божий взгляд, нам нужны перемены в сердце. Библия рисует нам картину, на которой я хочу закончиться. Она рассказывает нам о том, как праведность Божия изливается на народы земли. Мы должны просить Бога о том, чтобы Он излил свою праведность на нас, чтобы мы не хотели вернуться туда, где были раньше. И когда 20-й год подойдет к концу, праведность Божия начнет по-новому изливаться на Его народ. В книге Осии, 10-й главе, 12-м стихе сказано «Сейте себе вправду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Пророк говорит, чтобы мы распахивали на вину. «Возможно, ее уже пахали ранее». Один из переводов говорит «запустевшую землю». Это земля, о которой вы не заботились. Ее нужно снова распахать, прежде чем она принесет урожай. Возможно, в вашей жизни были времена, когда ваша вера была сильней, живей, вы больше полагались на нее. Возможно, мы стали самоправедными, упрямыми. Возможно, мы решили, что знаем все важное. Вы понимаете, насколько это смешно? Мы ограниченные существа, которые поклоняются безграничному Богу. Если бы вы каждый день узнавали по сотне новых фактов о Боге и прожили до десяти тысяч лет, вы все равно бы не познали Бога больше. Мы ограниченные существа, которые поклоняются безграничному Богу. Смирение поможет нам. Того, что мы знаем, намного меньше, чем того, что мы не знаем. Мы должны распахать запустевшую землю. Господи, прости нас за самодовольство. Если у нас есть все, то где мы спрятали все это? Господи, мы хотим приходить жажде праведности, как ребенок. Мы хотим плакать, пока не наполнимся Твоим духом. Что Иисус сказал Ладийской церкви в начале книги Откровения? Ты называешь себя богатой, ни в чем не нуждаешься. Но я говорю тебе, ты слеп, наг и нуждаешься. Господи, спаши запустевшую землю нашего сердца. Я хотел бы добавить еще одно местописание. 45 глава Исаии. 8 стих. Чудесное место. Вот что говорит Исаия. Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду. Да раскроется земля и приносит спасение. И да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Удивительное место. Земля была сотворена в правде. Мы пригласили грех на землю. И мы же можем пригласить правду на землю. В свои дома, в свой бизнес, в правительство. Библия говорит, что мы должны в первую очередь молиться за тех, кто имеет власть над нами. Мы можем пригласить праведность в наши города, классы, в коридоры больниц и залы судов. Пусть праведность Божия начнет управлять нами. Мы не указываем пальцем на другого, требуя его изменения. Мы говорим Господу, Боже, измени мое сердце. Спаши затвердевшую землю во мне. Прости меня за надменность, за ожесточенное сердце, за самодостаточность, что я сделал все, что нужно сделать с тобой. Прости меня. Боже, я застрял в своей самоправедности, думая, что покаяться должен кто-то другой. Боже, я сожалею. Я говорил о своей жизни, словно она принадлежит мне. Это мой календарь, это мое будущее. Друзья, вам не нужно посетить множество церемоний, погребения, чтобы понять, что вам ничего не дается так. Бог дал нам дыхание. Я предлагаю использовать вам это дыхание, чтобы почитать его. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Давайте вместе читать по плану Библию Закон. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас по знании Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена через крест молитвы на каждый день. Также вы можете приобрести серию из пяти дисков через крест пастора Аллена. Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир. Давайте вместе читать по плану Библию Закон. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас по знанию Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена через крест молитвы на каждый день. Также вы можете приобрести серию из пяти дисков через крест пастора Аллена. Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир.